Обошли и оценили объем лекарственных препаратов. Мы, в первую очередь, акцент делали на противовирусные и на антибиотики, которые назначают врачи по данной ситуации. Да, есть определенные перебои в ряде аптек по препарату, но в то же самое время есть заменители, которые люди спокойно согласовываются с своими врачами и также их приобретают и, так сказать, лечатся. Но в то же самое время в ряде аптек есть и прямые препараты, и антибиотики, и те же самые орбидолы. Вот буквально мы в одну из последних аптек, когда зашли, когда орбидол есть в наличии. Что очень важно, цена, вопрос во всех аптеках задавал один и тот же, цена по отношению к октябрю прошлого года, мы брали прямо прайсы здесь же прямо из компьютера, увеличилась в среднем от 5 до 10% по отношению к октябрю прошлого года. Это говорит о том, что и государство достаточно требовательно следит за наценками, особенно по жизненно важным лекарственным препаратам, которые отслеживаются вообще жестко. Это первое. Объемы продаж и спроса, конечно, увеличились примерно в 2-2,5 раза, но, тем не менее, задачу, которую мы перед собой ставим, как администрация района и торговый отдел, мы сейчас аккумулируем все потребности всех аптек. Поставки идут, как правило, с двух складов города Саратова, крупнейших, это протейка Катрон. Поэтому сейчас аккумулируем и лично буду выходить письмом с просьбой, и сам поеду в Саратов с тем, чтобы постараться удовлетворить все аптечные сети города Балакова-Лапурского района по поставкам и приобретению необходимых количеств препаратов, связанных с сегодняшними простудными забываниями и COVID-19. Вот такую задачу мы перед собой ставим. Не только какой-то контроль, но и, в первую очередь, конечно же, помощь по наличию препаратов.